По сложившейся традиции в Бресте торжественная отправка новобранцев в воинские части проходила на территории комиссариата Брестской области. Около 200 юношей из Брестской области уже пополнили армейские ряды. И это пока только первая группа. Отправки будут практически ежедневно до 4 ноября. Ну а после 4 ноября мы продолжим отправки в органы пограничной службы и во внутренние войска. Ну а далее до 30 ноября всех тех, кто не успели на сегодняшний день пройти медицинское освидетельствование, также будут отобраны и отправлены в вооруженные силы. Природа так создала мир, что есть мужчина и есть женщина. Женщина создана для того, чтобы рожать детей и поддерживать семейный очаг, а мужчина должен обеспечивать безопасность этого семейного очага. Поэтому, на мой взгляд, каждый парень должен попробовать подержать в руках оружие, попробовать чувство товарищества, попробовать эту самостоятельную жизнь, в которой всякое случается, всякое бывает. Тот опыт, который будет приобретен, он однозначно пригодится в жизни. Начиная от забития гвоздя и заканчивая серьезными делами, которые каждого ждут в дальнейшей жизни. Соскучиться по дому юноши еще не успели. Ведь их рядом с родными не было всего день. А вот осознание того, что они уже в армии, еще не пришло. Сейчас об этом говорит лишь отсутствие телефонов, прическа и, конечно же, руководство в военной форме. А вот уже через несколько часов к этому добавится одинаковая одежда и трудный распорядок дня. Все строго по расписанию. Для каждого мужчины пройти этот этап достаточно важная задача, потому что прохождение воинской службы делает из молодого человека, так скажем, мужчину. Я иду служить в войска радиоразведки. Достаточно тяжело было расставаться с родными, но что делать, если этого требует моя страна. Когда пришла повестка, вопросов не появился, сразу пошел в первый день, как сказали, явился и все. Был в базу охраны и обслуживания. Выбрал, ну потому что есть желание служить и быть, так сказать, водителем транспортного средства. Я очень надеюсь, что попаду туда. Физически готов и так. Уже сколько времени. Учеба была, готовился. А морально, ну подготовился и все. Выбора нету и желание есть. В ближайшие несколько недель новобранцев ожидает курс молодого бойца. Они будут изучать военный устав, активно заниматься физической и строевой подготовкой. А уже 19 ноября на легендарной земле Брестской крепости. Примут присягу и дадут клятву на верность Родине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова